Всем привет! Дядя Юра делится мыслями на матч первого тура английской премьер-лиги между клубами Лидс и Волверхэмптон. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Очные матчи команд. Начиная с 2015 года соперники провели между собой 10 игр. 5 побед у Болков, 4 победы у Павлинов, лишь однажды была ничья. В плане результативности команды в личных встречах играют 50 на 50. Волверхэмптон забивал во всех 5 последних выездах к Лидсу и не проигрывает в последних 4 выездных матчах, в которых Лидс забил только 1 гол. Как видим, Лидс очень неудачно играет в домашнем матче с Волверхэмптоном. Последние игры команд. В июле месяце Лидс проиграл только 1 товарищеский матч из 5. 7 из последних 10 матчей Лидса были результативными. Волверхэмптон также проиграл только 1 матч в июле. В последних 9 матчах Волки забивали. Как и у Лидса, 7 из 10 последних матчей команда Бруно Лаже сыграла результативно, что для нее немножко не характерно. Минувший сезон Лидс закончил аж на 17 месте, опередив на 3 очка Бёрдли, который покинул АПЛ. Дома Лидс выступал плохо, общее 18 место. Волверхэмптон финишировал на 10 месте. В выездных матчах Волки выступали лучше, чем в домашних. Общее 7 место. Посмотрим, чего можно ждать по угловым ударам в этой паре. В минувшем сезоне Лидс дома подавал в среднем почти 5 угловых, гости 4,5. Показатели Волверхэмптона на выезде 4,2. Хозяева 5,5. Соответственно, средние тоталы угловых у Лидса и Волверхэмптона почти одинаковы. Чуть больше 9. Посмотрим, как обстоят дела по угловым в очных встречах в паре Лидс-Волверхэмптон. На долю хозяев в среднем приходится чуть более 5 угловых ударов, гостей чуть более 4. Общий средний тотал 9,5. На Иланд Роуд в последних 5 очных матчах нет какой-либо интересной тенденции. Диапазон значению команд сильно варьируется, как собственно и тотал. В последних двух матчах Лидс серьезно переигрывал Волверхэмптон в плане количества подданных угловых. Всего же Павлины в 4 из 5 последних домашних матчей подавали больше угловых ударов, чем соперник, причем намного больше. Но как будет в новом сезоне, когда Лидс лишился двух ведущих игроков? Рафинья ушел в Барселону, а Филлипс в Монсити. Волверхэмптон в межсезонье больше приобрел, чем потерял. Из Бёрни пришел Натан Коллинс за 24 миллиона. Из Лейпцига кореец Хи Чан Хван за 16. Да и Адама Трайор, не заигравший в Барселоне, наверняка усилит игру команды. Поэтому на предстоящий матч можно предположить, что Волверхэмптон не будет сильно отставать в агрессивности. И количество угловых ударов у соперников должно быть где-то на одном уровне 4-5. Поэтому, если говорить об общем тотале, наверное, логично взять не менее 9 угловых ударов. Теперь пройдемся по желтым карточкам. В минувшем сезоне Литц в домашних матчах в среднем заработал больше 2,5 горчичников. Волверхэмптон на выезде 1,5. Средний тотал желтых карточек у Литца в домашних матчах 4,5. У Волверхэмптона средний выездной тотал по желтым карточкам немногим более 3. Как видим, Волки на выезде играют более корректно, чем Павлины дома. Теперь, как обстоят дела по желтым карточкам в очных матчах. В паре Литц в Волверхэмптон на долю хозяев в среднем приходится чуть более 1 желтой карточки. Гостей почти 2. Общий средний тотал трешечка. На Эландроуд Литц стабильно зарабатывает по 2 горчичника. А вот Волверхэмптон как придется. Собственно, и тотал пляшет от 1 до 5. Поскольку последние 2 очных матча на поле Литца в этой паре были урожайными на желтые карточки. На этот раз можно предположить, что команды не получат более 3 горчичников за матч в сумме. Прогноз на исход матча. Смотрим на сводные показатели команд за последние 7 сезонов. И статистика показывает, что у гостей шансов на победу больше 40% против 30. Статистика личных встреч. И здесь мы видим, что Литц слабо играет против Волверхэмптона на своем поле. Учитывая то обстоятельство, что в межсезонье Литц больше потерял, чем приобрел, а Волверхэмптон скорее наоборот, можно предположить, что данная тенденция будет продолжена и гости этот матч не проиграют. На непроигрыш Волверхэмптона дают очень хороший коэффициент 1.70. Тотал голов. Смотрим на сводные показатели команд за последние 7 сезонов. Статистика показывает, что Литц дома играет очень результативно, а в Волверхэмптон на выезде в основном низовые матчи. Средний показатель калибрится в отметке 50%. Статистика личных встреч. Здесь мы видим, в общем, эта пара играет поровну низовых и результативных матчей, однако на Иландроуд последние две игры были низовыми. Букмекеры на предстоящий матч дали равные коэффициенты 1.95, поэтому здесь впору делать выбор при помощи подбрасывания монетки. Шансы примерно равны. Однако, учитывая, что атакующий потенциал хозяев несколько снизился, а Волверхэмптон на выезде куда чаще играют низовые матчи, все же можно предположить, что соперники на Иландроуд снова проведут низовую игру. Обе команды уж очень много назабивали в июльских товарищеских матчах, поэтому можно ждать умеренной результативности в этом матче. В обе забьют, да нет. Сводные показатели команд за последние 7 сезонов нам говорят о том, что статистика аналогична цифрам на тотал. Лиц чаще играют дома забивные матчи, Волверхэмптон на выезде чаще играют нулевые. Статистика личных встреч. Команды играют поровну здесь нулевых и забивных матчей. Последние две очные игры в минувшем сезоне были забивными. В самый раз ждать нулевой игры. Коэффициент на нулевой матч очень привлекательный 2.09. Подводим итог. Этот матч может вообще закончиться без забитых голов. Лиц и Волверхэмптон в последнее время никогда не играли между собой с таким счетом. Вот как бы пора бы уже. Команды должны подать по идее не менее 9 угловых ударов и заработать не больше 3 желтых карточек. Как оно будет на самом деле, покажет игра. Если же выбирать один вариант из предложенных, вот логично взять вариант нулевого матча, который имеет хорошие перспективы и высокий коэффициент. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.